Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Номер 223. События дня. Исайя 8.10. Замышляйте замыслы, но они рушатся. Говорите слово, но оно не состоится. Ибо с нами Бог. За 22 июля 2016 года. Далее прочитайте. Вот у нас гонение какое на лагерь. Так, подделка. Там прокуратура идет просто на преступления. На лжесвидетельства подбивает людей. И всему инициатор вот этот человек Боркин. В рождественских чтениях за 2016 год в Москве они одну тему посвятили мне. Молча все слушали. Как только детский лагерь начали показывать, какая-то там Анна Владимировна делала доклад, а составлял его Дудин из Северска. И помощник у него совершенно больной, туго больной. Это Скоротовский. Вот сейчас на нас нападает. Посочувствовал бы или как-то. Нет он. Я молю Бога, чтобы все Бог разрушил. Это сектант, это бесовская и прочее. Из сектантов пришел. Да какой же он был баптист. У него следа не осталось самого хорошего, что евангельское было у баптистов. Лютует просто. Виктор Скоротовский. Зачем ему это надо? Он гибель себе приготовил. И какие слова, говорит, безумные совершенно. Все сочувствуют. Коммунисты мне, мусульмане, баптисты, писятики, все молятся. А он аж трясется весь. Чтобы разрушили и убили меня, видимо. На это идет. Ну видно, что бешеное беснование. Не просто беснование, а бешеное. И кто есть рядом, как-то помолитесь за него. Он один. Он просто лопается. На каждый ролик ставит, где на меня нападает. Он что, Бог услышал, разрушил благословенную полицию, благословенный потребнадзор и все. Ну видно, что человек далеко-далеко отошел от места, где есть звание человека. Ушел в обратном направлении. И к православным прилип. Лепится в священники. Ужас какой. Может быть еще причащается. Значит уже демон залез плотно. Уже не вылезет. Многие больные, немало умирают. Вот просчитайте, кто такой Дворкин. Это он инициировал все эти вот, что сейчас есть. По их запросу у меня все проверки и разрушение лагеря пытаются. А его не разрушить никак. Абсолютно бесполезно. 45 лет. Я им сказал, говорю, вам не выковырнуть это. Вам заниматься нужно другие. Мать и наркоманы, токсикоманы. Дворкин и профессор. Считайте, кто он такой. Как они зашумели. Вот так и скоротовский топорак, затесавшийся в число православных. Ничего нету, вообще ничего нету. Пустое место. Просто лает вокруг моей колокольни и мочится. И Дворкин был на этих рождественских чтениях. Он там почитаемый. И он не сказал, да что вы делаете. Как можно это сергианство? С властью, ну, шага не могут без нее. На мавзолее, говорит, дыхает свой елей. Евтушенко писал, и тут же обольстители толпы из той же самой партии попы. А сегодня стихотворение, прочитаю, мне тут подкинули Игоря Талькова. Вот как. Липовый профессор. И вот что, три часа назад. А что же в 21 век? Даже газа и водопровода нет во многих частях сектора Москвы и Санкт-Петербурга. Тетенька с насоченными зубами, пособница, прожирательница народных денег и говорит, вранье. Деньги народные проедает и чушь, говорит. От которого у меня заходили. Люди взрослые, родители согласились детей своих степь для оздоровления отправить. А сцепные, вот эти вот Роснадзоры полиции, сцепные, долдонят одно и то же. Долдонят, наверное, она хотела сказать долдонят. Я подправлю, может быть, так он именно и хотел сказать. Вот ушло. А царские девочки, дети Николая II в биваках, 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 по-моему, так надо А подставить. Ночевали с отцом в походных условиях, по три недели жили. По двадцать раз подтягивались. За ними водопровод и канализационные трубы не тянули. А то вот на сегодня такой ответ. Ну, действительно так. За сорок пять лет мне ни рубля не дали, кроме гонений, поношения от властей не было. В девяносто восьмом году, пятнадцать комиссий Краевых, вы зайдите на нашу книгу «Для слова Божия нет уз». Два священника пишут, я покажу, где она. И там все написано об этом. Тюрьма в стране. То и вюналки, то собачарки. Это не понял, что такое. Такую красоту и гармонию нарушили. Чиновники, плодожорки, вот с этим согласен. Спаси Христос. А вот ждек в стране чудес. Это интересно. Я его никогда не знал. Это такое название. Вы современный старец, Игнатий Тихонович. Ждек в стране чудес дальше. Достоевского очень люблю. Братья Карамазова. А отец Наум из Грузии. Борщуков. Отец, все дело шито гнилыми нитками. Господь тебе поможет и наша молитва. Потом он написал, что надо смиряться. Раз власти пришли, запустить надо. Да да я и запустил, отец Наум. Запустил. Но первый раз пришли по наводке мамы Тимоши Батудины. Теперь я не знаю фамилию его. Но суд-то присудил. Отцу. Зачем он сюда? Он как бы прячет сына. От ее посягательств. И она начала добиваться что? Что она добивалась непонятно по сей день. А потом приехали помпрокуроры, милиция. И они были в лагере. Все это выставлено. А потом вторично. То есть забыли наверное было. По этой же причине. Письмо уже разобрано. Ничто не подтвердилось. И поэтому я не запустил. Не запустил. Они не успели придумать причину. А когда уже третья приехала от имени президента. Там все проверяли лагеря. Все запустили. Прошли. И все дальше. Что не запустил это неправда. Я не запустил положенные, выдуманные их причины. Зачем издеваться-то? Ой. Они приехали. Да не могут сто раз приезжать. Они могут копаться в чем угодно. Но уже проверили. Официальные представители власти. Помощник прокурора, милиция. Офицер сидит записывает. Это все выставлено. Ничего не подтвердилось. И второй раз должно быть что-то особое. Ничего не произошло. А тут проверка. То есть они тут проиграли. И вот ЖДЭК в стране чудес. Интересно. Я повернусь к нему. Вот Александр Рузняев. Как отдать в лагерь 12-летнего мальчика? Вот вас найдут теперь здесь. Я не скрываю это дело-то. Но мои недруги будут набиваться. Не отдать. Это уже сейчас. Сейчас никак нельзя. Лагерь закрыт. 28 июля. В 22 ночи лагерь закрыли. Когда приехала полиция и дети бежали в ночь. Будет такой ролик. Впереди гроза, сверкают молнии. И туда бегут дети, поднятые с постели. Это кадры. Мировые кадры. А вот в эту среду, вот следующая среда, 27 июля, будет суд надо мной. Пока гражданский. А уголовные, они брали адреса к этим людям, краевая прокуратура, и заставляли подписать ложное свидетельство. Подбивали на нас же свидетельство. Но никто не пошел. Это уже уголовное дело против прокуратуры. Надо генеральную прокуратуру, я советую с юристами, что делать. Дальше. Свет Христов просвещает всех. Это название как-то будто бы. Слава Иисусу Христу! Слава Богу! Дети все живы! Да. Вот так я скажу. Да, действительно так. А вчера только отправили. Мы семеры их. Спецмашину заказали. Из Барнаула. Вывести детей. Потому что 3 дня блокирован был лагерь деревни. Боялись детей выпускать. Об этом будет ролик показан. Ничего не делали. Полиция не била. Они сказали. Но мы же еще не стреляем. И, видимо, еще. Батюшка говорит. Еще этого не хватало. Чтобы вы стреляли в детей, убегающих в ночь в грозу. Вообще чудо. А вы что хотели? Организовали свой детский лагерь. Без разрешения. Без лицензии. Без специалистов с педобразованием. Ну, у нас есть эти специалисты. Без врача, постоянно живущего в лагере. Да. Но еще нет этого. А то был. И еще куча нарушений. Еще недовольны. Устраивайте саботаж властям, контролирующим и надзорным органам. А что вы хотели? Вы живете не на своем отдельном острове в океане. А в государстве РФ. Чьи законы обязан соблюдать каждый гражданин России. А у вас бардак и саботаж. Это не по Библии. Так как вы поступаете, делать нельзя. Молодец. Вот. Слава Богу, что есть еще юмор в России. Галина Врески. Новокузнец. Вижу телефон и позвоню брату Севастьяну, нашему юристу. Расскажу про нарушения при заборе смывов на кухне. Спаси и сохрани Христос. То есть они ватку суют, берут анализы. А сама чешет, говорит, за ухом. Потом рукой берется. Ясное дело. Я говорю, только что 22-го, 7-го, 16-го, в 9-30 утра позвонили мне из железнодорожного суда города Барнаула и уведомили, что 27-го, 7-го, 16-го, в 13-30, по адресу улица Попанинцев, 130-415 будет суд по моему делу по детскому лагерю Стану. Кто пожелает, мне ответили. Может присутствовать. И насчет записи, происходящего на суде. Если без разрешения, то тайно приготовить записывающее устройство. А разрешение дает главный судья там же. Так было на моем процессе в 1986 году. То есть записали тайно, отослали во Францию, кажется, русское слово или русская мысль. А там в газете отпечатали, вернулись. И теперь это в нашей книге для слова «Боже нет уз». Я покажу там все материалы, все. Может быть что-то изменилось. Потому что на дворе уже другая эпоха. Но частенько все с теми же лицами. Сообщить бы всем друзьям. И особенно важно, чтобы были родители. Тех детей, кто был в нашем детском православном лагере в этом году. И в этом году. Владислав Волк. Держитесь, Игнатий Тихонович. Я 15 лет ослужил директором христианского детского лагеря. Вам нужно было убрать слово «лагерь». А это уже другой разговор. Лариса Викторовна Бежан. Свят Господь Бог Вседержитель. Достоин ты, Господи, принять славу и честь. И силы его. Ты сотворил все. Отче, прошу тебя, благослови нашего брата. Пошли ему твою защиту. Благослови его труд. Пошли верных людей, друзей, которые поддержат и ободрят его. Окажут помощь в том деле, что ты определил во имя Иисуса Христа. Аминь. Вот. Ну, сравните с Куратовским эти, которые пишут. Но что главное, из самых лютых этих, которые в Волке нападают на меня, как я называю, из Кодлы Патриаршей, вот самый лютый оказался сейчас Скуратовский. Ужас, какие слова он пишет и говорит. И он не может остановиться. Уже видно, что 50 отзывов и ни одного отрицательно. Я молю Бога, что Бог благословенную эту Роснадзор, Патриархнадзор благословил это от Бога. Уничтожьте этого сектанта, еретика, бесноватого. То есть, что только нет. Он с ума сошел совсем. Да живала врага упавшего и тогда развьюсь. Если пал враг твой, не радуйся, Бог говорит. И Богу не угодно, а то он разрушит твои дела. Ты разрушен будешь, Виктор. А думайся, ну зачем тебе? Ну, я понимаю, кровь у вас от Скуратово-душителя. Ну, вы внуки. Ростом пониже, духом пожиже. Да и я-то не митрополит Филипп. Меня душить-то зачем? Детей душите-то, детей. Как дети не хотели уезжать, когда отправляли. Вы видели бы их. Это будут... Я попросил, два аппарата снимали с разных сторон. Володя и Никита. Это будет выставлено на следующей неделе, если Господь благословит. Роман, малыш. Да благословит вас Господь, и пусть будет воля Его. Крепкому орешку предстоит брань. Это, видимо, кого он называет орешком-то большим. Мы уже не раз видели, как Господь изничтожного извлекает полезное. Нас подобят еще раз в этом убедиться. Да. Да. Тут уже и Медведеву пишут, и сбор подписей идет. А всего ничего. Уголовное дело не могут состряпать никак. Сейчас русская линия написала, русская народная линия. Там диссидент Осипов Владимир Николаевич всегда статью указал. Я ее покажу сегодня. Андрей Недоступ. Будем молиться, дорогой Игнатий Тихонович. Александра Лобачева тоже оповестил. За все слава Богу. Александр Сыхоцкий. Молимся. Они будут ратовать против тебя, но не превозмогут тебя. Ибо я с тобою, говорит Господь, чтобы избавлять тебя. Иеремия 1,19. Это сегодня пришло по моему миру. Анатолий Меньшников. Игнатий Тихонович. Что же можно сделать? Молюсь о вас и о лагере. Чтобы Господь все устроил как угодно. Его святой волей. Я об этом прошу. За судью помолитесь. За всех. Чтобы они не брали на себя грех и лжесвидетельство. А по правде все было решено. Если дети царские были в степи. Они крепче делались. А сейчас 45 лет ни одного заболевшего. Ни одного отравленного. Ни одного поврежденного. Убитого. Самое лучшее доказательство. Результат. Сегодня можете судить. Результат. Неправильно человек тренировался. Неправильно бегал. Но на олимпийских играх он занял первое место. Первое, второе, третье. Все за ним. Это как? Да три вида спорта. И у нас по всем параметрам мы на первом месте стоим. Какие дети приезжают и выезжают? Сергей Игнатов. Бог среди нас. Есть и будет. Спаси Христос Игнатий Тихонович. Как говорил Спаситель. Что его гнали. И все за Христа гонимы будут. Но наша православная церковь воинствующая. Поэтому с Божьей помощью молитвы Богородицы и всех святых стояла и будет стоять за истину. Отражая бесовские нападения. Господи Иисусе Христе сокруши враги под ноги наши. Пресвятая Богородица спаси нас. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Троица Единосущная укрепи нас в православных счет Твоих. И даруй нам победу над супостатами. Ты как даровал победу народу Твоему Израилю над языческими племенами. Аминь. Это юрист пишет. Благодарю. Альентина Пивень. Украина. Я все поняла. У меня волосы дыбом от этих событий. Одна рожа автора, как и у нас, связанная с войной. Молюсь о мире Божьем для вас. В духе, в душе и теле. Чтобы ясное видение пути в этом деле дал вам Бог. Во имя Иисуса Христа. Инквизиторы как торопятся. Да будет на них рука Господня. Вот они что добились. А дело-то незначительное. Всего лагерь. Малое количество ребятишек. Ну, значит, оно заедает их. Но они же видят, что дело-то необычное. А сказали, приехали. У меня профессора психологии приезжали. Директор Кестенского института из Лондона. И каких только не было людей из Москвы. Быков писатель приехал, тут был, жил. Я могу перечислять долго. Из Израиля, Аргентины, Америки, Канады. Даже мальчик оттуда есть. Франция, Германия. Ну, это чего-то стоит. И поют. Лагерь стан степи на навозной куче. Что может быть круче? Йох! Дети поют. Это мои слова. Юлия, Игнатий Тихонович, придем поддержать вас. То есть, это в суд. Потеряевский. Это в Барнауле. Я показал, как он будет. Какое время. Молимся за вас. В голову не вмещается все, что происходит. Галина Влеська. Торопятся органы. Будьте внимательны. Только с юристом. Помоги, Христос. Я вчера юристу позвонил. Я говорю, мне-то надо там. Если крайне срочно, то повезут меня. Да нет, это все так. Профилактика. Ну и все. Они его не возьмут. У меня юрист, который, он закончил с красным дипломом юридический факультет Алтайского государственного университета. Работал следователем по особо важным государственным преступлениям в краевой прокуратуре. Человек наш. Очень близкий член нашей общины. Женатый на моей племяннице. То есть он не будет вопреки говорить. Большие знания. Он часто в Москве, в других городах, где вызывает своя их организация. Николай Быков. День добрый, батюшка. У меня к тебе просьба. Вчера на Казанскунар мой хороший знакомый, раб Божий Владимир. Упокой его, Господи, в обителях небесных. Он, как и ты, старообрядец, как я. А мы не старообрядцы. То есть и старообрядцев, но мы православные. У нас служит митрополит. И епископ был здесь. Мы к русско-православной зарубежной церкви принадлежим. Изобретатель. Изобрел прибор для производства топлива на основе воды. 70% углеводородов, 29% и 1% модификатора. И сажа от старых колес. Топливо не замерзало при минус 70 градусах. Господь сподобил его это придумать. Ведь у человека никакого образования. Две недели тому назад на него было совершено нападение. Господи, помилуй. За меня тоже боятся, везде сопровождают. Потому что самая страшная мафия в стране – это патриаршая мафия. Пишет комсомольская правда. Никто еще не знает, что это такое. Тут все применимо, как у иезуитов. Получил черепно-мозговую травму и вчера отошел ко Господу. Ну, как Александр Мень. Это верующие сделали? Верующие. Помолись за него, батюшка. А я, даст Бог, осенью буду у вас на Алтае. Спишемся. Изобретатель. Сотни изобретений. Пожалуйста, Юрий Соболев. Сюда. Псалом 63 целиком. Пребываем с вами. Молитвою. Игнатий Тихонов. Да сохранит Христос вас и вашу общину. Псалом 63. Ну, сейчас мы можем посмотреть, что он означает. Псалом 63. Вот. Целиком весь нам Псалом посвящается. Услыши, Божий, голос мой и молитвь моей. Сохрани жизнь мою от страха врага. Укрой меня от замысла коварных, от мятежа злодеев. И когда изострили язык, которые изострили язык свой, как меч, напрягли лук свой, язвительное слово, язык изогнутый, так же, как лук, чтобы в тайне стрелять непорочного, они внезапно стреляют в него и не боятся. Они утвердили злом намерения, совещались скрыть сеть. Говорили, кто их увидит? Кто их увидит? Изыскивают неправду, делают расследования за расследованием, даже до внутренней жизни человека и до глубины души. Но поразит их Бог стрелой, и внезапно будут они уязвлены. Языком своим они поразят самих себя. Все видящие их удалятся от них. И убоятся все человеки, возвестят дело Божие и уразумеют, что это его дело. А праведник возвеселится о Господе, и будет уповать на него, и похвалится все правое сердцем. Истинно так. И это передают начальнику хора Псалом Давида. Как правило, в рубрике ЖЗЛ рассказывает о людях замечательных. Но, увы, уже умерших людях. Известно ведь, живых не ценят. А не любить умеют только мертвых, как Пушкин писал. Хочу изменить эту дурацкую традицию и рассказать вам о величайшем подвижнике современности. Игнатий Тихонович Лапкине. Искренне подчеркнуто верующим человеке и проповеднике патриоте России. Скажет, хвалишься. Это другие говорят, язык другой хвалит. Он прочитал, да прочитал-то он малую толику того, что было. Какие были гонения, как Бог нас спасал. Я покажу, где все это. Кто желает. Это на нашем сайте, в книге «Для слова Божия нет уз». Вкратце. В советское время Игнатий Тихонович, как и все нормальные люди, отмотал срок за свои убеждения, не совпадающими с линией партии. Нормальные люди. Ну, молодец. Не имея корочки о высшем образовании, занимался саморазвитием. И таки добился в этом деле немалых успехов. Таких начитанных и остро мыслящих людей днем с огнем не сыщешь. Куда уж там ночью в нашей российской тмутаракане. Как это ни странно, но диссидентом Игнатий был не только для советского режима, но и для церковных иерархов, для РПЦ, Русская Православная Церковь, Патриархия. Он еще задал годомодного ныне тренда троллить тупых ПГМщиков, восстал против лицемерия священников. Не веришь? Не верь. Но зачем глумиться и кощунствовать? Зачем извращать Святое Писание по-своему? Ведь поклонение мощам дурь и ересь. Торговля в храмах, золото в оправах, крещение по упрощенной программе и так далее. Все это бесовские извращения. Да и как люди, искренне не верующие в Бога, и сделав служение Ему своей карьерой, три воскресательные знака, могут проповедовать Его учения. Вот это главное. Никак, конечно. Да они уже и без того и все извратили, наплодив тем самым нехристи и атеистов, придерживаясь, вероятно, линии все той же партии, вот Евтушенко и говорит об этом, из той же самой партии попы, обольстителей толпы. Да я и сам о религии по нашим попам сужу. И что-то не вдохновляет они меня, проникнуть в себя верой и принять Иисуса искренне, молча и без лишних вопросов. И тут Сашу понесло, то ли он про себя говорит. Я извиняюсь, вкратце было написано, действительно, очень кратко, и от своего имени. Возможно, Игнатий Кикныч улыбнется, но я так вижу. Да, так. С Игнатием Тихоновичем Лапкиным я познакомился заочно. И случайно, несколько лет назад, обитая в то время на Майл.ру, видимо, в ленте промелькнуло один из них, из его роликов из Ютуба, который я, к своему удивлению, начал смотреть и досмотрел до конца. Захотелось еще. Я был превелико удивлен тому, что некий бородатый деревенский мужик, одетый буквально в рубище, настолько ясен и умен. У меня почему-то сразу возникла аналогия со старцем Зосимой из братьев Карамазовых, Федора Михайловича. Я еще тогда, после первого прочтения, был под впечатлением, узнав, кто такие старцы на Руси. Это подвижники веры. Искренние. Вот такие способны на подвиги великое мученичество. Нам, простым смертным, этого не понять. А, впрочем, я снова эмоциональю. Хотя, внимательно, следящий за ходом моей мысли, понял бы, то была лишь аналогия. Так вот, ближе к делу, а точнее к делам текущим. 45 лет назад Игнатий Тихонович создал, основал, не знаю как правильно, православный трудовой лагерь Станг. Детей туда направляли их родители. Разумеется, родители верующие. Христиане. Отдавали лично в руки основателю. Все по взаимной договоренности. И всем было хо-ро-шо. 45 лет хорошо. А в 98-м году нападок был от патриархии, от властей, московский комсомолец на Алтай, одновременно. Еврейская организация АВНСР подключилась. Профессура. Там трудно сказать, кого только не было. Сектанты разные. И Бог все разгромил. Я подал в суд и три процесса выиграл. Оплатили за подрыв деловой репутации, оскорбления и опубликовали, показали по телевидению все извинения. С появлением интернета Игнатий как человек мейнстрима во многих областях создал сайт. Большой форум еще. А затем и канал на Ютубе. Так, после журнал живой, ВКонтакте, в Одноклассниках, в Фейсбук, в Твиттере. Трудно сказать, где у меня нет ничего. Но там все работает модератор. У нас около 15 человек, которые помогают. В этих роликах вся его жизнь. Онлайн. Он открыт, как на ладони. Ну, как сказать, так или не так. Но наших роликов 5300 или 400. 5000 наших роликов. Ну, это что-то. Разумеется, так, как о нем узнали не только в своих местных религиозных кругах, но и во всем мире. Разумеется, такая открытость ревата. Закройся, спрячься и не вякой. Проблем не будет. Но он мало того, что не закрылся, он продолжал проповедовать вне генеральной линии РПЦ. Русская Православная Церковь. А как заткнуть рот неугодному? Да просто надавить на его слабое место, его детище. Лагерь там. Ну, они дают по всем направлениям. И что, у нас благодати нет, и священник безблагодатный. А с ним приезжают, он был благощиной Алтайского края, РПЦЗ. Отец Айки, мой родной брат, ему 72 года уже. И он служит здесь, митрополит Сергий Иванников, в Русской Православной Церкви. Так они на него нападают. Тут уже нельзя назвать безумие, это бесовщина настоящая. Так митрополит, мне как-то разговаривали по телефону, а он говорит, такое впечатление, что они убить вас хотят. И увидели бы даже Великий пост на Прощенное Воскресенье, когда архиерей подает крест целовать, я подхожу, он меня обнимает, правая рука с крестом, трижды как на Пасху и целует. Значит, хорошее отношение. И ролики выставлены. А, да он архиерей, потворствует им, уже архиерея не боитесь судить. Да вы же говорили, что надо чтить архиереев. А его, его митрополитом поставили, Алтайскую-то епархию, на четыре части раздробили. Неплохая епархия. А те архиереи понимали, какой вклад я внес в это. Как открывались новые храмы, знают, где помогал, священники были, ну и прочее. Вот они давят теперь и на общину, и на ютубе было, и везде они пакостят. Тем более, пруфов до него докопать целый канал. Пруфов, я не знаю слова, что это такое. То есть, провалов мои. Вот и пошло. Снова. То, что не смогли сделать коммунисты, сейчас пытаются сделать его братья по вере, церковной иерархии и приближенные к ним. Абсолютно правильно. Сергеянцы. Самое страшное. Сергий Строгородский пошел на полное объединение с властью. Это была уже другая эпоха. Это не конкордат с властью. Это полное подчинение. Выполнение заказа компартии. А создали для чего патриархию? Карманная патриархия для развезения по миру заразы коммунизма. Вот главное. И душить своих. И впервые в мировой истории всех мучеников, епископов своих, которые были в вузах, расстреляны, объявили врагами народа. Они. А теперь канонизируют. Кого не гнали из пороков отцы ваши? Ой, были бы мы живы, а сами памятники строите теперь. В церковной иерархии приближенные к ним. Благо в России теперь есть довольно странная силовая структура, как Роспотребнадзор. Я не знаю, что такое слово потреб. Потребность в гонении, потребность в шельмовании, потребность в закрытии лагерей. В чем потребность? Или потребители, то есть дармоеды, что оно означает слово? Зачем он там надзирает одному Богу известно? в степи. Как нас тут блокировала полиция, как они круглосуточно дежурили. Представьте, охрана. Дети все разбежались, ни кое-чей ноги нету. А им нужны адреса, адреса, адреса. Так и сказали. Адреса детей. Лови, выдавливай из них. А там передают это в тандеме с краевой прокуратурой, а там посылают своих людей и пугают их. Если детей не заберете, проблемы будут. Я не люблю слово проблемы. Детей могут отнять, в больницу поместят, это мне так сообщают. Я их не видел, этих людей. А сейчас суд. Зачем он там надзирает, одному Богу известно. Скажу еще от себя. Детей нынче сделали разменной монетой. Это козырная карта в рукаве любого чиновника. Именем детей принимаются идиотские законы. Вы все об этом знаете. Именем детей ограничивается наша с вами свобода. Дети могут узнать, увидеть. Семья является основной ячейкой государства. Но права семьи. Вы слышали когда-нибудь про права этой главной ячейки общества? Да их попросту нет. В последнее время на Западе эти права подмяла под собой ювенальная инвестиция, которая прорывается и к нам. то есть у семьи правов никаких нету. Малолеткам отдают в Россию. То есть теперь не вы будете решать как вам воспитывать своих детей, а за вас. Хотите приучить своего ребенка к труду? А не лишит ли вас родительских прав? Кто-то решил, что детский труд нужно запретить? Приняли, проголосовали, пославили, все, чашки мыть не может даже. Родители не слышали. По сути это будет одной из основных причин, которые докопаются судя Игнатия. Суд начнется сегодня. Без него. Вся информация об этом на его странице. Дальше. Ролики взяты с канала Игнатия Тихоновича. Плейлист гонения на детей. Вот какие сайты Игнатия Тихоновича. Это видимо не полностью. Можете зайти на наш YouTube. К сожалению песню Лагерь Стан слова Елапкина музыка Кино. Я нашел лишь в сольном исполнении Виктора Савченко. Кто-то пишет. Старший воспитатель лагеря учителя по образованию. В исполнении ребятишек она слушается намного круче. Они там кричат в припеве йоу. Адекватная анархия. Тут тоже Игнатий 77 лет. Автор ограничил возможность комментирования. То есть начались нехорошие отзывы там видать. И так вот что он написал этот человек. Я его никогда не знал не встречался чтобы не обвинили меня в этом что я поделал. Вот наш это что за штука вылезла тут такая готова к любви. Это вот мой лист или как страница в моем мире. Мне нравится эта система. И вот здесь петиция Медведеву подписывается я не знаю кто может подписывается вот уже подписались двое может быть больше я ничего не понимаю в этом деле. Ну и вот у нас тут 18 916 фотографий и 3529 видео наших но будет когда я вернусь еще больше добавили сейчас я не могу туда добавлять дальше наш форум Арсений Кулугур видишь какой как вам доехать из Новосибирска хочу поучиться у вас жизни не знаем прежде пока не спишемся никак можно заположить встречать очень трудно дороги развезло как кисель каждый день дождь да еще с грозой приехать сюда нельзя по такой причине и прочее нельзя запрещено категорически никто встречать не будет на разъезде нет ни одного помещения строения нету среди ночи приходит вы хлебнете много Наташа Евтушенко вопросы у меня такие как привить любовь к молитве и к Богу и к детям я не знаю как привить любить Бога и она молитва сама идет вот если я не молюсь полтора часа к примеру сказать у меня в душе начинает тревога тревога господи прости меня я суетился тут никак нельзя где-то надо удалиться у меня это с пяти лет раньше еще было я знал о своем избрании не любят когда говорю а как узнавать тайные молитвы я маленький уже прятался помолиться Богу иду или где еду или в армию или в тюрьме молитва это главное к Богу детям как это ну пример свой я вижу на фотографии на половину голова у детей открыта это старобрядцы надо волосы закрыть полностью одеты прилично муж с бородой это на 100% старобрядцы так как жена может повлиять на духовное развитие мужа ну поведением молчанием чтобы уставаши на мужа никогда ничего не сказали полное послушание и муж они все время дома а вакуум воюет где-то а Анастасия Марковна дома с ребятишечками одеты хорошо мне все понравилось но головы даже как увидите на нашем закрыто полностью девочки а Ана женского пола Ана это вы думали что раскрывать вот духовное развитие мужа повлиять можешь молитвой чтением Слова Божия ночная кукушка перекукует дневную то есть в твоих руках все что делать если у мужа иногда бывает охлаждение к храму ну потому что стоит не понимает и это объяснимо что в храме делать длинные часы 34 охлаждения храму да благо еще хоть иногда ходит не хочет идти в храм как же оно может повлиять чтобы муж возлюбил ну а второй вопрос уже повлияет Слово Божие Слово Божие тут вы можете повлиять а храм никак он идет там ничего не понимает столбом стоит время теряет ну сходит когда надо не надо его сильно давить на этом а то совсем не будет ходить чтобы муж возлюбил Слово Божие значит считать вместе делиться с ним что просчитала считал считал его старообрядство в Библии заброшенной забытой книгой как Вольтер Руссо говорил Вольтер говорил надо самим показать интересовался им и дома помимо храма да ни в храме ни дома старообрядство в Библии не имеет никакого значения этого вам приучить а откуда вас-то это я не знаю вы пришли откуда-то в старообрядчество старообрядство это не свойственно Наташа хорошая ты молодец слова-то задаешь какие спасибо заранее за ответы ну письмами я не могу отвечать только вот здесь это вот и дальше наш форум и сайт вот сегодня я выставил сколько каждый день выставляю раз два три четыре пять шесть шесть роликов выставлял больше сейчас-то другие не проявились вот пока говорили и опять двое пришли светлана не знаю сходу прямо анализ в бутылку из-под вина набирает даже специальная лаборатория посуды ну тут как они у нас брали анализы потребнадзор дескать неправильно это было ну благодарю так второй кто-то еще андрей плюс поставил один и два нашим эпизодом видите как то есть люди новые идут а вот если нажать здесь главное вот здесь то выйдет лента жития святых на каждый день я их ставлю но их уже много сколько я не знаю но сейчас я примерно посмотрю сотни уже сотни ответ на более чем на 4124 вопроса ответа я даю вот это наш сайт православный это не сайт видеоканал 3 миллиона 157 тысяч просмотров 4 тысячи 169 подписчиков готов вот такое дело ну и последнее это наш во свете библии библейский сайт сайт православный библейский сайт вот он не открывается не хочет ну сейчас обновлю страничку может быть откроется посмотрим вот он и открылся ну вот самое ценное что здесь есть это вот справа вопроса ответа 4124 вопроса ответа 55 позиций папок а вот до слова божия нет ус вот я его нажму сейчас от открытого нажму вот посередине и открывается книга книга вся 752 страницы и вот здесь все про лагерь вы найдете огонение лагерь стан только нажми ну что такое волтайский краевой совет народных депутатов тревожное небо о фильме предчувствия вот я допустим нажму его вот нажал пожалуйста сразу тревожное небо фильм достойное человека корнями жизни уходит глубоко в землю а кроной тянется в небо и понятно на та невыразимая тоска и боль с которой говорит Игнатий Тихонович Лапкин человек духовный сын крестьянина о земле а земля отчужденная от человека труженика случайно ли то что вместе с поруганной верой поруганная и оскверненная оказалась и земля молох коллективизации явился материальной предпосылкой воинствующего атеизма причувствие взвешенное аргументированное свободное от спекулятивных эффектов переоценка ценностей как часто ищущие идущие по этой тропе переоценки ценностей к бракососочетанию с истиной истиной заключает союз с бесом прямая речь апрель 91 года страница 8 фильм предчувствие вот я показал где и как заходите самое ценное вот оттуда можно отойти и вот что тут еще вышло ну как почему откуда вы знаете что именно патриархия инициировала это ну а слушайте со всех сторон из стран вопрошает за что такая ненависть на наш детский напасть детский лагерь стан что так люто нас преследует власть или антивласть еще на рождественских чтениях в москве в шестнадцатом году проходивших яхову под руководством дворкина александра леонидовича одна из тем была посвящена моей деятельности доклад по этой теме был составлен как пишет священником из города сиверско-томской епархии дудином отцом сергием поручили упрочитать женщины вот малая часть доклада взята в кавычки кавычки мужской голос этот доклад называется истинно православие иглы а игла это тимофеевич лапкина то есть даже не знает как величать его практики общиной жизни и миссии это так назвал дудин по материалам сайта во свете библии анна владимировна пожалуйста и вот анна владимировна 30 секунды говорит уважаемые участники конференции дорогие отцы братья и сестры доклад посвящен православной общине который возглавляет ну не очень даже удобно называть проповедниками его то есть она не видела не знает но уже кривляет состоит баба она я не проповедник 53 года проповедник сколько людей с дектантом стали православными сколько в тюрьме всюду покаялись и она выламывается там ну как это то есть это маленькая пешка в системе патриархии а у ней нет ни мысли это уже заманкуртизированное полностью зазомбированное по поводу детского лагеря нужно я предлагаю не только митрополиту написать чтобы напал на нас но и роспотребнадзор шум совещания закрытие лагеря это еще зимой в январе они это делали мужской голос для этого роспотребнадзор конкретные свидетельства давайте подумаем как это сделать это все на пленке там записали все это есть снова шум совещания составление обращения мужской голос Александр Леонидович не только митрополиты но и роспотребнадзор не будет митрополит вмешиваться я считал молитву по поводу лагеря Лапкина с ним предпочитают не связываться по поводу детского лагеря нужно я предлагаю не только митрополиту но и в роспотребнадзор кавычки закрыт и здесь в своих обвинениях и надобности всей нынешней конители вокруг лагеря приезжая комиссия ссылалась на какое-то письмо в роспотребнадзор из Москвы очевидно это и есть так что Дворкин тут наткнулся на меня уже в четвертый раз ну дальше все объяснение даю вот такое дело так что патриархия меня грызет с потрохами и вот это что на лагерь Бесовская это конитель это от них идет и главный вдохновитель вот этот шарлатан и лже стектовед там кто он во всем мире его громят Дворкин а вот русская народная линия посмотрите это я ее увеличил дальше информационно-аналитическая служба православия самодержавия народность детские лагеря на контроле Владимир Осипов русская народная линия вот пусть Куратовский послушает и нападет на Осипова Владимир Осипов 21 июля 16-го года ну то есть свеженькая гибель детей на Карельском озере случившаяся по разгильдяйству чиновников привела естественно к проверке мест детского отдыха Павросии в целом проверили проверили Валтайский край здесь вблизи поселка Потеряевка Мамотского района контролеры обнаружили детский православный лагерь в честь священно-мученика Климента Анкирского он казнен был в 312 году полтора десятка отроковиц и отроков было 19 приезжали уезжали так-то было больше обычно у меня в прошлые годы было в среднем так как со взрослыми 108-109 и главное как договор с разных мест люди едут осенью подсчитывают 108-109 ну и умножить теперь на 40 речь идет уже о тысячах детей которые отдохнули и поправили здоровье тысячи без помощи государства да в любом государстве я рядом с президентом сидел бы это обеспечить накормить надо и в среднем 53% детей 53% полностью бесплатно старались их одеть я все везде старался доставать везде как волка ноги кормят и были помощники многие директора больших заводов дали там насос закачивать РТИ инструментальный завод станкостроительный там еще только не было то есть один ты ничего не сделаешь мэр города краевой прокурор генерал-лейтенант Пороскун ну то есть юстиция генерал-лейтенант Проценко все помогали вот утренний так утренняя молитва гимнастика полезные занятия отдых опытный протеерей врачу и душ мой отец Аким начальник лагеря он же и его основатель известный в церковных кругах подвижник Лапкин Игнатий Тихонович в годы перестройки стал героем документального фильма предчувствия Свердловской тогда киностудии человек уважаемый и почтенный так он умолчал еще из скромности Владимир Николаевич его снимают в этом фильме его снимают фильм занявший первое место на международном киноконкурсе в Югославии документальных фильмов о православии 45 минут правда при 35-летнем трудовом стаже пенсию заслужил размером в 6523 рубля в месяц наши олигархи столько дают на чаевые но это уже вопросы к пенсионному фону Алтайского края вот так часть у меня оказалась за границей в Латвии работал на кораблях работал прорабом в МВД это все куда-то неизвестно улетело и дали только то чтобы работать я мог в одном месте в Барнауле в одном в Огневедомственной охране при железнодорожном районе где я жил нигде больше меня не принимали а без принятия на работу на 87-й год кто не едет судить будут поэтому и пенсия начислили как раз поэтому то есть обобрали а то что те годы я работал и пищником 40 лет ну приходилось где-то подрабатывать детский лагерь пользуется расположением родителей расположение даже слабо сказано любовью неимоверной любовью как они возвращаются отсюда и родители на местном ГТРК заказывают песнопение специально посвященное мне и лагерю ну много ли таких лагерей которым родители посвящали так и сами выступают здесь не сквернословят не почуют наркотой не учат лицемерию но комиссии тут что-то не понравилось заявлены были две претензии нет проточной воды а только колодезная ну сказали так а не те и не те разделочные доски да но говорят чтобы текла вода еще раньше санэпидемстанция говорила нужно бачок на крышу поставить и вода будет течь и тогда мы напишем проточная я говорю в дурдом надо вам не из того где сказать дерево а других разделочных досок в местных магазинах не было то есть и даже какая она целлулоидная или какая доска в магазине взятая тоже нельзя почему нельзя непонятно и под этим предлогом комиссии решили лагерь закрыть но еще что не обработали от клещей поверхности а ни одного клеща не было за все лето ни одного ни на скотине ни на собаках а снимали по 50 штук с одной скотины в день не было в этом году не было и тут же деревня лагерь то необычный и скотина трава зеленая возле лагеря она бы отравлено ела теперь траву а мы отравлено молоко брали то ну безумие за 45 лет существования детского лагеря не было ни одного отравления ни одного заболевания ни одного ЧП ЧП это смерть одновременно чиновники велели Игнатию Тихоновичу подать списки на отдыхающих в лагере да списки были поданы какая-то там по образованию комитет я всех собрал и отдал им списки были поданы Роспредсоюзу то есть они вместе то есть проверяющая организация а так переадресовала их прокуратуру краевую прокуроры были поражены оказывается в нашем секулярном и глобалистском обществе еще есть дети читающие по утрам молитву есть целый детский лагерь где почитают Бога прокуратура занялась родителями вы знаете что ваши дети молятся Богу заберите немедленно детей из православного лагеря он дальше не пишет то ли не решился то ли что иначе у вас проблемы будут я повторяю слово проблемы у меня не встречается это их детей там отберут положен в больницу лечить колоть будут детей здоровых детей это мне передают я чужого голоса говорю но верите в это да я верю верю потому что это не к одному приходили и все одинаково сказали напали тут я даже могу сказать Синько Лариса Григорьевна она их отбрила и все и больше ни разу к ней не явились а тут мать пятерых детей пятеро у меня не первый год бесплатно а шестым в больнице мать лежит я говорю сама была в лагере все неправда это то есть они уже заранее составили обвинительное под уголовной статье по уголовной там я не знаю что но или органы у детей тут изымали или насиловали малолетних педофилия тут обычно бывает голодом морили избивали что-то уголовное должно быть пострадавшее но ни один не подписался все говорят ложь прокуратура настаивала то есть побуждение к лжесвидетельству это уже кто слышит помогите обратиться в генеральную прокуратуру Российской Федерации это уже безумие полное ну то есть связь а почему потому что патриархия просит ну просит ну родной сестре надо угодить ну просит посадить лапки на раздавить лагерь ну просят это делали они по запросу Дворкина главного вдохновителя врага православия словом серьезных доводов для закрытия лагеря не нашлось решили применять тактику минувшего времени и тактику сегодняшнего запада где всячески изгоняют веру во имя толерантности и кто это пишет Осипов Владимир Николаевич Осипов ну и руссконародная линия пожалуйста это то что мне за день прислали за день вот я этого убираю еще что здесь руссконародная линия а вот еще Тальков глобус покажите мне такую страну где славят тирана где победу войны над собой отмечает народ победу над собой ужас какой я лично его не знал не встречался покажите мне такую страну где каждый обманут где назад означает вперед и наоборот не вращайте глобус вы не найдете на планете земля стран таких не отыскать кроме той роковой в которой вы все не живете не живете потому что нельзя этой жизнью назвать вот это да какой молодец то есть мы сказали в стране в которой вы живете нет не живете нельзя жить это только Евтушенко мог так написать Евгений покажите мне такую страну где заколочены храмы где священник скрывает подряд КГБшный погон вот оно что иерочекисты покажите мне такую страну где блаженствуют хамы где правители грабят казну попирая закон не вращайте глобус вы не найдете на планете земля таких стран не отыскать кроме той роковой в которой вы все не живете не живете потому что нельзя этой жизнью назвать покажите мне такую страну где те заражают где солдат заставляют стрелять женщин и стариков покажите мне такую страну где святых унижают где герои войны ветераны войны живут хуже рабов вам миллионы подпишутся под этими словами не вращайте глобус не найдете вы на планете земля стран таких не отыскать кроме той роковой в которой вы все не живете не живете потому что нельзя это жизнью назвать нельзя это говорит говорил оставил бессмертные строки Игорь Игорь Тальков мученик это вот на сегодня вот такой богатый материал был но я бы мог на это сказать у меня есть стихотворение написанное и Виктор Николаевич поет про вот где-то здесь есть сейчас я посмотрю минутку еще пение Виктора Николаевича вот что тут такое сейчас посмотрю гимн героя прошлого сейчас еще посмотрю слова песен пример слова песен есть или нет ага вот слова какие что скажет бог то из реки и я заученная фраза у Михея к такому в рот не заползет змея не нанесет он в уши ахинею его заклинило на этих вот словах что грамота диплома институты не умолчу вы можете плевать кто поступал иначе были плуты припев Михея просит все архиереи умолкни из реки добро президента он снова наяву в эфире веет разоблачает и ручика агентов жив мой господь что скажет мне мой бог то из реку и я не словечко против замучились с Михеем сбились с ног а он за старое пророк совсем не кроток патриархийное священство в рот глядело уполномоченным поставленным от власти а он один твердил свое так смело за стол не лез отведать горькой сласти жив этот бог сего Михеева сегодня с утра он жив все тот же что вчера он ищет вновь таких кто в деле годен и страх имеет как изрек серах напротив одного живущего в презрении с кадилами сенот и патриарх а он для них в горшке разводит бренья от ревности мирской всыпает прах вот где-то написано число он поет их у них вспухает лона вы видите пузатый легион панаги лежат чуть-чуть с наклоном не могут совершить они один поклон опухшие продажные слепые не могут до купальни добрести о сколько жеребцов не хватит пыли кому доверились мы господи прости Михея просит все архиереи умолкни из реки добро президентах он снова наяву в эфире разоблачает Ира Щека агентов и показаны места писания откуда это взята мысль 28 сентября 2003 года игла Игнатия Лапкина вот я это убираю но если песнопение это вот слова что скажет Бог то из реки и я тут его нет это можно зарядить что скажет Бог зарядить у меня просто времени нет искать и Виктор Николаевич споет Игнатий я не думал искать это но оно где-то есть здесь показать как это Савченко Виктор пение вот смотрите я ищу Савченко Виктор Савченко это должен быть что скажет Бог вот послушайте как он поет его нашел сейчас что скажет что скажет Бог то из реку и я что скажет Бог то из реку и я заученная жив 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 что скажет мне мой Бог то из реку и не словечко против замучились мехи сбили с ног а он за старое провок совсем не кроток патриархийное священство врат глядело упал намоченным поставленным от власти а он один твердил своя так смело за стол не лез отведать горькость власти Михея просят все архиереи умолкни из реки добро о президентах он снова на его в эфире реет разоблачает и рачекам агентов жив этот Бог Михеев и сегодня с утра он жив все тот же что вчера он ищет вновь таких кто в деле годен и страх имеет как изрех серах напротив одного живущего в презрении с кадилами сенот и патриарх а он для них в горшке разводит бренье от ревности мирской сыпает прах он поет их у них спухает лона вы видите пузатый легион по ноге лежала чуть-чуть с наклоном не могут совершить они один поклон опухшие продажные слепые не могут до купальни добрести о сколько жребцов не хватит пыли кому доверились мы господи прости о сколько жребцов не хватит пыли кому доверились мы господи прости Михея просят все архиереи умолкни из реки добро о президентах он снова на ю в эфире реет разоблачает ирачика агентов Михея просят все архиереи умолкни из реки добро о президентах он снова на ю в эфире реет разоблачает ирачика агентов что скажет бог кто из реки и я такое дело спасибо 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 Продолжение следует...